всем привет вернулась я со своего небольшого путешествия и конечно сразу не получилось заснять потому что многое нужно было что сделать ну и вот наконец собралась и конечно уже очень многие орхидеи отцветают и не успела я их заснять в лучшем виде ну сейчас я вам показываю как уже многие наверное догадались это лекаста красавица лекаста ароматика конечно не такое огромное пышное цветение когда я ее приобрела у нее было 200 цветоносов есть даже видео о ней но тоже неплохо очень много цветоносов уже отсвело ну и вот так вот она по кругу по кругу очень красиво цветет очень люблю лекасты очень необычные цветы ароматные ну и вот она уже наращивает тоже новые ростики по кругу красотка тут также распустилась котлея шелериана как я люблю все-таки мое хобби всегда что-то расцветает всегда что-то радует всегда что-то новое конечно хочется иногда чтобы цвели подольше некоторые котлеи котлеи орхидеи но природные орхидеи конечно не цветут очень долго не все конечно но это на заднем плане малыш опять открывается это кстати вот наверное вчера она только начала открываться сегодня второй день это гибрид сохранить из аризона называется и это гибрид между не буду ломать в общем гибрид с коксинеей очень красивый такой аленький цветочек шалериана вот четыре цветка выдала на одном цветоносе и было здесь два на втором но она их не вытягивает мало было полива пока я уезжала поэтому она конечно немножечко немножечко не допила конечно нужно поливать орхидеи когда они наращивают бутоны здоровские такие краски конечно обожаю красивая расписная губа ну это ее знаменитая шалериановская ну вот когда конечно меньше цветов то они крупнее сейчас вот четыре цветка на одном цвета не цветоносе конечно ей нужно было очень много воды чтобы она их вырастила открыла и конечно цветы не очень крупные но все равно красивые ну это сейчас я вам показываю первое цветение трехопилия хенесиана я честно говоря не ожидала пять цветов и и очень-очень быстро они вянут ну вот опять же природная орхидея первый раз для меня зацвела ну конечно какой у нее был аромат это это непередаваемо обалденные белые цветы с такой вот желтенькой серединкой прошу прощения не успела я заснять но то что она для меня расцвела очень быстро кстати нарастила бутоны я не ожидала я когда уезжала там были такие ну еще не развитые бутоны я бы сказала и вот она открылась и очень-очень быстро отцвела я ее выращиваю совсем с маленького конечно такая проблемная для меня орхидейка она произрастает в колумбии эквадоре на высоте от 1400 до двух с половиной тысяч метров над уровнем моря и конечно у меня проблемы с холода содержащими орхидеями сколько я не пыталась выращивать мазды валей у меня пока что не получалось ну вот немножечко немножечко мне кажется я нахожу можно сказать общий язык ну не знаю как это сказать ну в общем если зацвела то это уже огромный такой плюс для меня и я очень рада конечно бульбы иссохлись опять же недостаточно было влаги они конечно выпили цветы всю влагу из бульб но обрежу их и конечно напою ну и как я сказала что произрастает она на такой высоте и конечно ей от прохладного до холодного содержания ну я так пыталась ее держать конечно влажненькой всегда она была можно сказать это не кашпо ну как в кашпо и кашпо такой с дырочками то есть воды там на дне на дне всегда была но дырочка на двух сантиметрах где-то от дна и то есть вода там не стояла постоянно постоянно ну то есть зацвела уже хорошо конечно какие-то сдвиги есть вообще в нашем орхидейном деле это такое интересное хобби конечно когда находишь язык с одной орхидеей мне кажется что уже будет легче с другими но все равно нужно искать подход к каждой орхидее это я сейчас показываю пробился все-таки цветоносик у котлея сангойлоба лоелия сангойлоба это еще он продолжает цвести вот это природная орхидея конечно очень долго радует не знаю мне не надоедают если кому-то надоедают конечно когда долго цветут орхидеи мне не надоедают такую красоту можно смотреть и смотреть что-то камера не наводится обожаю ее ну вот все-таки пробился чехольчик долго был он сухой сухой и пустой ну вот сейчас проклюнулась новая жизнь здорово-здорово а здесь у меня опять безымяжка я думаю что это какая-то наверное не знаю макселярия наверное какая-то да в общем вот так вот расцвела такие необычные цветочки маленькие конечно они ну в общем надо будет поискать так она у меня давно росла с такого с маленького с маленького тоже от росточка не знаю откуда он у меня и вот такие вот бутончики надо будет найти поспрашивать название тоже вот так вот когда выращиваешь орхидеи без названия не знаю что им нужно как-то все привыкают к условиям которые я им могу дать и потихонечку растут и расцветают это красотка африканская все продолжает цвести и вот кстати очень медленно открывает бутоны вот как вы видите уже ноябрь месяц и она еще даже не открыла то есть очень долго открывает и держит их долго красивая такая желтая прям желтая губа очень красивая очень красивая это кстати дендробиум тоже распустился и тоже цветает но все равно я рада что что-то открывается что-то радует меня расцветает что-то наращивает бутоны в общем класс люблю я конечно выращивать орхидеи разного вида которые могут расцветать в разное время года и радовать это дендробиум фармари красивая тоже такая серединка бахромчатая класс два цветоносика очень и очень быстро она их тоже наращивает цветоносы ну и быстро оцветает вот смотрите вот африкана долго наращивала цветонос и долго она его держит фармари быстро нарастил цветонос и быстро его скидывает вот интересно трехопилия тоже быстро нарастила и быстро оцветает вот интересно это все таки как-то как-то вот пришло у меня в голову сейчас это как-то оно влияет на это или оно реально как-то дополняет друг друга или нет если долго наращивает долго держит ну не знаю пока что вот так вот я сейчас вот кстати заметила это как раз сейчас пришло это в голову это кстати первый еще малышок я как-то в том году купила такого маленького богеми рапсодии богемской рапсодии дендробиум рапсодия было пару цветочков но так что отсвечивает ну-ка вот так подняла его повыше как-то отсвечивает красиво я конечно видела огромные растения когда они усыпаны этими цветами это это волшебно просто водопад этих цветов ну у меня пока что вот расцвела была это псевдобульба было тут наверное 4 цветочка и на этой было один кажется ну все начинается с таких малышей и потом они быстренько-быстренько растут быстренько-быстренько лет 5-6 и превращаются вот в такие красивые конечно кустики конечно нужно терпение и желание и любовь чтобы это все выращивать такую красоту я люблю большие большие букеты красивые большие орхидеи это кстати еще один дендробиум на заднем плане дендробиум ладигезиай красивые тоже такие бахромчатые цветочки растет она так у меня на кокосе одну я отдала и вот оставила себе этот на кокосе тут тоже расцветала быстро тоже она выдает цветочки и быстро их быстро-быстро их засушивает кстати ванда крестата так и продолжает цвести и очень-очень свеженькая красотка держит их тут кстати я когда приехала еще мой стар даст был в цвету но постепенно он конечно уже цветочки засушивает и просто что я хотела показать что это один из его родителей распустился наконец-то я увидела в живую дендробиум юникум я его недавно покупала если кто со мной следит за мной я знаю что очень многие ждут моих видео и всегда со мной и поддерживают я благодарю всех и каждого и очень рада что я могу хоть как-то порадовать своей красотой поделиться в общем даже расцвел мне цветочки там новые ростики наращивает ну в общем вроде бы принялся конечно блоки нужно опрыскивать часто поэтому конечно уход за ними более такой тщательно нужен ну в общем каждый выбирает конечно из нас что ему подходит больше у меня есть такая возможность конечно я могу вот так вот блоки свои вывесить под дождик и они себе там поливаются конечно распределяют уже как и где мои орхидеи висят это кстати мой любимый бульбофилум трэши ай и еще наверное чей-то любимый потому что его кушают и кушают и кушают и кушают просто откусывают вот так вот все нижние цветы ну в общем я уже побрызгала весь этот мох не знаю наверное думаю что там все-таки мелкие улитки я очень люблю конечно этот бульбофилум и когда он начинает расцветать это зрелище очень много опять же уже от цвелов бутонов я его показывала в предыдущих в предыдущем ролике ну в общем так вот он еще и наращивает бутончики новые выпускает здорово 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 ну а здесь опять опять порадовала меня моя красавица литл флейм ванда конечно на удивление мне опять она расцвела очень мне кажется что она часто начала цвести ну вот наверное все таки когда взрослые орхидейки то они конечно уже уже цветут чаще хотя это небольшая ванда совсем небольшая но очень очень любит цвести и реально у нее вот такие вот красные цветочки я уже ее тоже показывала многие ее знают многим она полюбилась ну в общем красавица это кстати еще один такой несчастный но цветочек я в том году приобрела этот ангрекум ангрекум леонис наверное как раз таки в это же время потому что у нас была орхидейная наша выставка по природным орхидеям на которую я в этом году не успела она вот кстати была как раз сейчас в начале ноября я его там приобрела он был такой усохший бедный несчастный если кто-то помнит вот он он живой и неплохо себя даже чувствует и расцвел набрался тургора надо будет найти кстати видео я обычно вставляю видео тоже или в описании обычно в описании я оставляю какие-то видео которые могут как-то вместе с этим видео как-то могут пересекаться то есть если я допустим показываю вот видео о лекасте я могу прикрепить видео о предыдущем ее цветении или об уходе о лекастах ну и также если о котлеях что-то я могу прикрепить там поэтому если кому интересно в описании я всегда что-то оставляю предыдущее видео поэтому постараюсь найти тоже каким он был мне даже само интересно и посмотрю оставлю конечно в описании тоже красивый конечно этот усик знаю что у многих тоже не получается его выращивать ну вроде бы вроде бы он у меня принялся и даже вот такие вот корешочки все ему понравилось это очередная красавица распустилась ароматит ароматит так что просто заполняет всю комнату такой приятный сладкий не очень сладкий но очень приятный аромат не специй но такой вот сладенький в этом году у меня 4 цветоноса так уже разрослась конечно эта красавица опять начинает растить новые росты такие бульбочки у нее конечно классные напились аж треснули много дождей не было в этом году в общем это энциклия кардигера покажу название вот она произрастает от нуля до 900 метров над уровнем моря и мексика бразилии ну в общем очень очень во многих регионах произрастает на мой взгляд очень легкая энциклия но энциклия вообще на мой взгляд легкие и такие вот интересные интересные цветочки очень классные тут даже вот да они все с ответвлением получается все цветоносы получились вот с таким вот ответвлением в одну сторону и довольно таки высокие я наверное сказала бы сантиметров ну вот самый высокий сантиметров 80 наверное он точно то есть такие вот на фоне руки покажу бульбочку довольно такие большая конечно у меня есть разные еще парочку видов энциклей ну это расцвела одна из первых красавица еще не все очень очень медленно она тоже их раскрывает энциклии тоже долго наращивают свои цветоносы открывают их медленно ну и цвести надеюсь я тоже буду долго поэтому вот такая вот красотка такой вот горшочек у нее наверное придется ее уже пересаживать тут сверху еще камушки ну конечно не на очень ярком свете они у меня находятся но получают достаточное количество не не так как для котлей но им хватает в общем наверное на этой нотке буду я заканчивать наболтала уже всем желаю всем прекрасного настроения всем желаю чтобы ваши орхидейки радовали вас всем пока-пока так так вот как там Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok